Воскресение всех живущих или живших когда-то на этой земле людей. В Евангелии от Матфея Господь говорит «По вере вашей да будет вам». Но в символе веры мы исповедуем, что мы ждем воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Сам Господь говорит о том, что некоторые восстанут в жизнь вечную, а некоторые в вечное осуждение. И пойдут в вечное осуждение. Но как в это поверить? Когда наши родственники, близкие, умирают, истлевают. Когда даже память об этих людях исчезает. Нет. Существует очень интересная мысль философская о том, что пока жива память о человеке, жив и сам человек. Но мы с вами знаем, что даже сегодня, когда нашей памяти помогает множество всяких средств, письменных или электронных средств, наша память не настолько сильна. И мы забываем очень многих своих усопших родственников. Мы знаем, что Господь о них помнит, да. Но как же нам поверить в то, что возможно жизнь снова из этих сухих костей? Вспоминается пророчество Иезекииля. Видение пророка Иезекииля, которое, отрывок этого пророчества, читается в Великую Субботу наутрине после Крестного Хода. О том, как восстают кости, восстает народ Израилев. Но давайте с вами обратимся к внешним, всегда повторяющимся событиям. Когда осенью все деревья опадают, листва желтеют, и кажется, что вся природа умирает. Но весной все снова оживает. Зимой мы с вами вряд ли сможем с первого взгляда увидеть, что дерево мертво. Оно ничем не отличается от деревьев, которые весной будут оживать. Этот пример дает нам святитель Игнатий Брянчанина в своих трудах. На основании этого примера он говорит, что вот явный, визуальный свидетель того, что и мы с вами воскреснем. Потому что природа имеет тоже такие возможности. Редактор субтитров А.Семкин